отлично собственно кто хотел успеть тот успел стальные подтянутся так сегодня мы с вами поговорим о дистанцизации анализа контекстной рекламы коротко обо мне зовут меня хэпконтон и создал руководил отдел контекстной рекламы компании пиксель плюс момент работы в компании пиксель плюс также работал над инструментами пиксель тулс нескольких из них мы сегодня с вами вспомним на момент рукожи маркингом в транио транио это брокер за рубежом движимости помогаем покупать недвижимость за рубежом помогаю строить контекстное дело абсолют групп и эксперты английского обучения сегодня мы собственно разберем три темы условно разделены на семантику написание объявлений и анализ после каждого блока буду останавливаться и читать ваши вопросы отвечать на них так что если у вас возник вопрос можете сразу писать чат после каждого блока на них отвечать собственно первый блок подготовка семантики и как нам нужно быстро собрать но начнем с того что хорошо бы собрать основные смыслы так называемым боевым делать это удобно с помощью ментальных карт сам популярная программа по составляю ментальных карт этой смайд она декстопные ну я вам рекомендую сервис мальцер 2.com то онлайн сервис в котором можно создавать ментальные карты без ограничений также их призвольно группировать между собой также насколько я помню можно и работать в команде собственно после того как мы собрали основные смыслы можно пройтись по классике наши основные инструменты для подбора ключевых запросов это варстат от яндекса который показывает статистику за последние 28 дней и планировщик ключевых слов от гугла там функционал побольше кроме того что там функционал побольше там и удобнее работать можно выгрузить все запросы в excel и дальше работаем как хотим изначально яндекс варстат такой возможности не имеет поэтому были придуманы расширение например яндекс варстат helper расширение который я впервые познакомился и использовал сначала потом и пришел на яндекс варстат ассистом кстати замечу что все сервисы которые сегодня буду использовать это сугубо мой личный опыт уверен что этих сервисов гораздо больше и возможно каким-то еще приду и вам потом расскажу тоже собственно начнем с планировщик ключевых слов вы можете загрузить готовый список запросов с которым дальше будете работать либо найти те запросы на основные на базисах изначально их можно увести там три штуки или можем ввести вообще ссылку на сайт причем ссылку на сайт можно ввести не только на свой сайт но и на сайт конкурента бывает очень полезно собрать информацию о том какая семантика есть конкурента и помогает нам расширить существует так собственно так выглядит планировщик ключевых слов просто как мы собрали основные базисы давайте разберем что здесь есть есть местоположение этот регион по которому будем собирать сами запросы можем выбрать язык google это всемирная система и на работе не только на русском языке есть английский и более не менее популярные языки также можем выбрать дату здесь можем выбрать до 24 месяцев то есть два года собственно наши сами запросы которыми предлагает google что дальше с ними работать и включаем галочками и добавить план также на этом экране мы можем увидеть частотность уровень конкуренции и вилку ставок максимально минимально максимально для показа над поисковой выдачи на первой странице после того как мы добавили ключевые запросы план нам google строится сам медиаплан в котором мы видим показы которые мы получим и клики которые с ним получим отношение этих двух величин есть показатель стир который также сразу рассчитывается нам показа тут же нам показывает примерный бюджет средницы на клика важно что примерный бюджет на клика указаны без ндс поэтому если вы видите это медиаплан защищать перед инвестором или еще перед кем-либо не забывайте добавить ндс кроме этого мы можем корректировать наш медиаплан выбирая бюджет и ограничим максимальную ставку если допустим у нас есть ограничение по максимальной цене клика так теперь по варста то в принципе функционал похожий но немножко отличается мы также можем выбрать регион по которому будем показываться можем выбрать устройство по которому надо получить статистику в левой столбце яндекса показываются запросы которых потребляем наш базис основной запрос правом правой колонке показаны запросы похожие на тот запрос который мы ввели слева носа блок это как раз расширение уже что-то она добавляет вот эти вот плюсики у запросов если мы нажимаем плюс то фраза копируется в левый блок расширений дальше можем его либо просто скопировать либо скопировать с частотой также можем просто добавить или очистить так здесь в принципе все то же самое только слева у нас не яндекс варстат хоппер яндекс варстат ассистенс в принципе два расширения полностью одинаковые и данный момент ничего не отличается можете использовать который вам удобен самом деле этих расширений сейчас больше пяти как минимум и можете протестировать просто каждый выбрать тот который вам понравится больше так кроме собственно короме частоты запросов мы можем посмотреть популярность по региональности можем выбрать в разрезе регионов размере городов выбрать тот то устройство которое нас больше интересует все мы знаем что мобильные платформы завоевывают наше внимание с вами все больше сидим с планшетов с телефонов и часто это бывает важно оценить именно трафик с мобильных устройств кроме этого яндекс мы можем оценить сезонность за последние два года это тоже важно чтобы мы не рекламировали шубы зимой а сани летом сани и шубы летом а крем от солнца зимой принципе аналогичный инструмент есть у гугла называется google транс здесь мы также можем смотреть в разрезе по каждому устройству игру приводка по месяцам так и по неделе после того как мы собрали все запросы которые нас интересует мы скажем как также как были можем оценить сколько нам будет стоить рекламу поэтому переходим в яндекс директ выбираем прогноз бюджета так как кнопочка выбираем нужный нам регион выбираем параметры прогноз это может быть на 30 дней это может на две недели это может быть на какой-то конкретный квартал сюда вставляем наши запросы если из запросов мало но яндекс дает подсказки какие запросы хорошо бы еще добавить и после этого нам выдает медиаплан которым показывает объем трафика который мы можем получить показы извиняюсь объем это инструмент яндекс директа сейчас так ставка описывает покажет сколько вам показов можно получить сколько прогнозируемого качества кликов сколько это будет стоить сколько будет стоить каждый клик кроме стандартных инструментов яндекс верстата и планировщика ключевых слов от google а есть программы и сервисы которые помогают в этом самое популярное декстопное решение это конечно жидкий коллектор но есть еще и лучший брат этой программы под названием слова и об программы обязательной для установки и помогает сохранить большое количество времени принципе есть много уроков в сети как пользоваться именно этим программами можете найти особый доступ и посмотреть подробно кроме декстопных программ есть и многочисленные сервисы здесь указаны далеко не все теми которыми я периодически пользуюсь в принципе функционал они где-то пересекается и скорее всего использовать их все на постоянной основе большого смысла нет вам нужно протестировать каждый посмотреть какой вам больше нравится и тогда уже будете использовать который вам удобно либо тот когда вам функционал какого-то конкретного сервиса будет нужны после того как мы собрали все запросы у нас появилось большое симметрическое ядро хорошо бы его почистить от мусора достаточно удобно это сделать при помощи аки коллектора там есть анализ групп называемый либо можно сделать при помощи или сервиса кто ему поможет очистить семантику наш в указку вот это окно мы вставляем все запросы просто контроль c контроль в и нажимаем кнопочку начать сборные слов в правом окне появляются наши все запросы и мы отмечаем просто мышкой каждый запрос который нас не интересует для рекламы при этом каждый запрос выделяется красным цветом и строчка выделяет розовым покажет что в этой строчке есть запрос который нам не нужно после этого нажимаем кнопочку кнопку получить список минус слов и у нас все эти слова отмечены красным появляется списком дальше нажимаем получить список рабочих слов и у нас сюда вставляется те запросы которые не отмечены розовым так мы можем рабочие слова использовали семантики уже для написания объявлений минус слова вставлять в единый список запросов на рекламную кампанию так сейчас немножко прошу вашего внимания и немножко с вами по взаимодействию так на экране у нас четыре запроса как вы думаете сколько запросов из этих четырех запросов с точки зрения контекстной рекламы является уникальным один два три четыре собственно купить дом купи дома дом купить и купить домик александр пока думает что один запрос уникальный то есть все эти слова является дублями есть еще какие-то варианты у кого он его считает что три запроса ну что еще ждем варианты сразу сделаю небольшой спойлер в контекстной рекламе перестановка в слов ключевая фразе никакого влияния не оказывает для контекста рекламы это одна и та же фраза будет то есть уже сразу говорю купить дом и дом купить это одна и та же фраза и за это ручкина считает что это 2 но чат не очень активен но и завет на самом деле права разберем почему того чтобы нам проверить достаточно лимитизировать наши запросы то есть привести в начальную форму так мы видим что все первые три запроса приводится к лиме купить дом или дом купить а вот купить домик не приводится к данному фазу соответственно это уникальная ключевая фраза и я тоже нужно использовать лимитизирую я обычно при помощи лимитизатора пиксель туз в конце доклада поделюсь по маккодам на эти инструменты собственно по тому как составлять семантику как ее можно автоматизировать где у нас подводные камни и что делать чтобы быстрее собирать я рассказал если у вас есть вопросы по этому блоку то я рад буду них ответить на эти помнятки это даже за ваши вопросы если вопросов ни у кого нет то можно написать что нет вопросов все понятно или пойдем дальше без ожидания отлично когда идем дальше дальше интересней подготовка текстов объявлений и о том как можно автоматизировать создание при помощи сэй шаблон так но сначала мы разберёмся как можно писать объявлений не откуда узнавал о контексте рекламе самом начале писал все рекламные объявления через интерфейс заходил яндекс директ и нажимал создать компанию создать группу объявлений создать объявление я понимал что это неэффективно но других способов я не знал после того как я решил расширить свой кругозор и посмотреть как люди делают другие я понял что используют шаблоны стандартные экселевские и используют команда в гугле дворцедита там тоже в принципе экселевские шаблоны но поработав еще дальше я понял что не совсем удобно заполнять стандартный шаблон яндекс или гугла и в принципе что можно это дело немножко автоматизировать нужно немножко проявить фантазию собственно давайте подробно поговорим про кастомизированный шаблон и о том как можно сделать свой шаблон для у нас мы сейчас говорим о шаблоне в яндекс директ давайте на этом остановимся в принципе в дворце все примерно то же самое можно будет сделать с похожими формулами но там есть свои особенности в принципе можно будет по аналогии сделать так в энд из директе есть переменные у рекламных объявлений есть основные без которых видим есть дополнительные, без которых можно запустить рекламное объявление. Так вот, к основным переменам у нас относится ключевая фраза. Первый заголовок, тесто, ссылка. Это те перемены, без которых мы не сможем запустить рекламное объявление, у нас просто система это не пропустит. Ну и есть дополнительные. Второй заголовок, быстрые ссылки, уточнения, отображаемые ссылки, UTM-метки. Метки и параметры используются вообще крайне редко, но они тоже используются. Собственно, шаблон, которым я пользуюсь, выглядит примерно так. Он немножко сложнее, там добавлены несколько новых функций. Но вот это упрощенный вид. Давайте его чуть подробнее посмотрим. У нас есть колонка ключевых фраз, куда вставляются ключевые фразы, которые мы собрали в предыдущем этапе, работая с семантикой. Слева мы считаем количество запросов в этих ключевых фраз, для того, чтобы нам понимать, что простое копирование ключа в заголовок нам не поможет. Надо будет перефразировать ключевую фразу, обрезать ее или как-то модифицировать по-другому. Первый заголовок мы также считаем, так чтобы у нас не было на этапе загрузки шаблона в Direct Commander ошибок. Второй заголовок, его также считаем. Текст, мы также его считаем. Ссылку на страницу без UTM-метки. Потому что UTM-метка у нас задается вот здесь, и она один раз прописана, так что каждый раз ее не прописывает. А те параметры, которые мы периодически хотим менять, это UTM-сурс, источник, кампейн. Здесь обычно пишут типы рекламной кампании, поисковая или из сети. UTM-контент, здесь обычно пишут то, что хотят зашиваровать, чтобы потом вытаскивать в аналитике. Но часто оставляют и динамическое. Здесь у нас параметры. Параметры 1, параметры 2 достаточно редко используются, но иногда все-таки нужны. Отображаемая ссылка. Метки. Описание быстрых ссылок, собственно, сами быстрые ссылки и уточнения. Собственно, давайте разберем, как же весь этот шаблон делать и из каких вообще формул его можно сделать. А, стоп, забыл. Так, у нас это является первый лист шаблона. А во втором листе шаблона у нас стандартный шаблон из индекс-директа. Вот, если мы зайдем в управление рекламной кампанией с помощью Excel в индекс-директе и скачаем шаблон XLS, то у нас появится вот такой шаблон. Он у нас просто стоит там листом и он заполнен формулами. Какими же формулами он заполнен, я, собственно, сейчас покажу. Первая формула, которая нам понадобится, это формула AND, или сцепить. Она помогает соединить значение нескольких ячеек в одну ячейку итоговую. Итак, у нас в этой ячейке зашита вот эта формула. Она соединяет значение, ключевое значение пробел и значение фразы в один результат. Получается ключевая фраза. Формула достаточно простая и, в принципе, запомнить ее не стоит труда. Есть вторая формула, которая считает количество символов, используемых в ячейке. Так как же она прописывается. Вот здесь зашита как раз вот эта форма. Дэлэстрент. Напомню, эти формулы актуальны для Excel. Для Google Sheet там другие формулы будут. Для английской версии Excel там тоже формулы будут немножко другие. Итак, здесь, в этом окне нам показываются результаты, количество символов вместе с пробелом, используемые в этом блоке, в этой ячейке. Собственно, вот только из этих двух формул состоит вот этот наш шаблон. Получается, что вот в этих вертикальных колонках мы считаем символы формулы Дэлэстр, подсчитывая количество ячеек. А вот в этих вот и вот в этих вот формулах использованы энды, которые нам помогут писать объявления, в лишний раз не допускать ошибок в метках и в других ячейках. Собственно, на самом деле, мы с вами шаблон, можно сказать, создали. Если у вас есть по нему вопросы, я также сразу на них отвечу. Если было все более непонятно, то так пишите. Пойдем дальше за аналитикой. Ильзавета, если вам что-то было непонятно, давайте мы разберем более подробно, так чтобы было нетерпимо, а понятно. Ну, я готов вам объяснить более подробно, чтобы было не на грани, а очень понятно. Если вам какая-то формула, возможно, была непонятна, или куда ее вставлять в конкретном случае, переспрашивайте, ничего страшного. Окей, у кого-то еще какие-то вопросы есть по шаблону? Вообще возникло понимание, как его составлять? Сможете ли сами, или только при помощи того, что вам пришли после? Так, смотрите, Вера, у нас вы про... Так, Александр, давайте я вот одно объясню, и дальше пойдем без паузы, прошу. Смотрите, у нас вы говорите про ATM-метки. ATM-метка у нас вот здесь прописана стандартная, которая распознает как Яндекс.Метрика, так и Google Analytics. Единственное, что вот сюда они подставляются при помощи формулы AND. Берется данные отсюда, отсюда и отсюда, и дальше приписывается стандартная, после контента, IOTM-контента. Они стандартные, все системы аналитики их распознают. Вера, если я ответил на ваш вопрос, пожалуйста, дайте мне знать. Отлично. Идем дальше тогда. Собственно, о том, как можно быстро проанализировать рекламную кампанию, и какие сервисы, опять же, для этого подойдут. Для начала давайте определим, что можем анализировать в рекламных кампаниях. Ну, в первую очередь, наверное, мы можем анализировать ту статистику, которая по тем рекламным кампаниям, которая у нас уже прошла. Обычно это самые простые показатели, там, СССР и конверсия. Чуть сложнее это CPA, будь то CPO, CPS или другие. Еще сложнее ROI, доли рекламных расходов. Есть и другие показатели. Но, в принципе, здесь все понятно. Также мы можем анализировать настройки рекламных кампаний. Включили мы дополнительные революционные фразы, выключили ли мы их, использованы ли у нас рекламные кампании одна для сетей и для поиска, или они разделены. И другие стандартные настройки, которые, в принципе, вам скажет каждый специалист. Также можно смотреть на рекламные объявления о том, как они составлены. Собственно, для самых базовых, самого базового анализа статистики рекламной кампании нам поможет, во-первых, сама статистика контекстной рекламы, будь то AdWords, будь то Yandex Direct. Также сервис статистики. этих систем, Яндекс.Метрика и Google Analytics. И мы можем настроить цели и подробно отслеживать это все. Есть только один нюанс, что мы не можем стандартно следить звонки, которые поступают в интернет-магазины. До сих пор большое количество заказов в интернет-магазины и проходит через звонки. Здесь нам помогут сервисы колл-трекинга. В принципе, все они работают по похожему принципу. Я обычно использую колл-тачка Libri. Кстати, они приготовили вам бонусы, поделились, я с вами тоже ими в конце поделюсь. Собственно, всем понятно, что такое колл-трекинг, как он работает, что такое динамический колл-трекинг, что такое статический, или пояснить тут более подробно. Отлично. Очень рад тому, что вы это уже знаете. Так, настройка рекламных кампаний. Собственно, да, это отслеживание, колл-трекинг — это отслеживание даже не рекламы, а тех звонков, которые поступили на сайт, с сайта или с других площадок. Так скажем, если вы дали визитку своему партнеру, и там был номер с колл-трекинга, то колл-трекинг поможет отследить звонок с этой визитки. Колл-трекинг бывает как статический, так и динамический. Статический — это когда на один канал мы или на одну площадку мы вешаем один номер телефона и просто считаем количество звонков по этому номеру телефона. Динамический — это когда у нас на сайте каждому новому посетителю показывается свой номер телефона. А, ну вот, влечный. Так, настройки рекламных кампаний и анализ этих настроек. Собственно, эти настройки мы можем наблюдать в интерфейсе, сами проверяя их и копаясь на них. Также можем проверять в дексотных решениях от площадок — это как раз Яндекс.Директомендер и AdWords.Editor. Там тоже все эти настройки прописаны. Также настройки нам помогут проверить сервисы типа Airbroker, Elam и подобных, но там этот анализ доступен только тем, кто ведет там свои аккаунты. То есть, если вы там аккаунты не ведете, то этот анализ вам и доступен. Но дальше мы поговорим о двух сервисах, которые, в принципе, могут вам помочь, которые не привязаны к рекламным аккаунтам, работают по API и могут, в принципе, проверить настройки рекламных кампаний. Кроме рекламных кампаний, пускаемся на самый низкий уровень — это рекламное объявление. Здесь мы поговорим о сервисе IQContext и сервисе PixelTools. Там называется анализ рекламных кампаний в Яндекс.Дирекции, насколько помню. Этот сервис я разрабатывал чуть больше года назад и, собственно, являюсь его автором, когда работал в компании Апикс.Дирекция. И так, и об IQContext. Здесь, на самом деле, очень большое количество параметров, которые вообще доступны в API Яндекс.Директа, вплоть до баланса остатка на вашей рекламной кампании, сколько ключевых фраз было использовано, количество уникальных фраз, количество уникальных объявлений, количество уникальных заголовков, количество объявлений без изображения. В общем, вот любую информацию, которая вам, в принципе, теоретически может понадобиться, вы можете найти в Япоконтексте просто в виде вот такой выброски. Минус в том, что не профессионалу там разбираться достаточно сложно. Когда я разрабатывал сервис PixelTools, я вывел только основные настройки, которые будем анализировать, и сделал акцент на анализе именно рекламных объявлений. Так, в PixelTools мы можем основной инструмент, который здесь я закладывал, это как раз таки анализ рекламных объявлений и наличие подсветки в процентном соотношении по каждому объявлению. Интерфейс в веб-версии PixelTools примерно такой. Кроме этого, вы можете сделать выгрузку в PDF и в Excel, где будет вся эта статистика по каждой рекламной кампании и вплоть до каждого объявления. Так мы сможем увидеть, например, какое объявление портит статистику подсветки текста. Так, все знают термин подсветка. рекламного объявления что это такое и для чего мы используем подсветку. Вот. Собственно, давайте тогда разберемся, что такое подсветка. Использование ключевой фразы, когда мы используем ключевую фразу в тексте или в заголовке рекламного объявления, то при поиске у пользователя именно эта ключевая фраза выделяется жирным цветом. Так как она выделяется жирным цветом, то на себя она обращает большее количество внимания пользователя и чаще такой CTR в этих объявлениях сильно выше. Именно поэтому делался большой упор при анализе рекламных объявлений именно на подсветку, так как это давало больший прирост в CTR. Мы знаем, что чем больше у нас CTR, тем ниже цена клика, тем ниже бюджет и тем выше показатели CPI, CPI, роли и ниже доля рекламных расходов. Понятно объяснил или попробую переформулировать? Отлично. Ну, на самом деле у меня в этом блоке все. Если у вас есть вопросы по последнему блоку, всплыли вопросы по первым, трем блокам, даже если есть вопросы вообще по контекстной рекламе, у нас есть время еще, я готов вам на них ответить и оказать вам помощь какую-то. давайте я покажу свои контакты. Если у вас будут какие-то вопросы в будущем или вам вдруг понадобится моя помощь в настройке рекламной кампании или вам помощь и совет нужна будет, в принципе можете находить меня в социальных сетях, писать мне письмо и я вам в принципе отвечу всегда. Если вам интересно дооставимость моих услуг, то давайте с вами обсудим это индивидуально в зависимости от вашего проекта и какая именно моя помощь нужна будет. Так, если вопросов нет, то напишите полезна ли вам была сегодняшняя информация, пригодится ли она в будущем, будет ли ее использовать, стоит ли подобный материал рассказывать следующим потоком и другим людям. Медийка, Егор, вы говорите про Яндекс.Дисплей, который переносится в Яндекс.Директ. Если я вас правильно понимаю, то вы говорите о том, что медийная реклама сейчас дается через Яндекс.Директ. Да, некоторое время назад Яндекс перенес большая часть функционала из Яндекс.Дисплей в Яндекс.Директ, и часть функционала до сих пор остается в Яндекс.Дисплей и используют до сих пор две системы. КМС, да, это контекстная медийная сеть Гугла, она в основном интерфейсе дворца. Так, но пока еще пишите вопросы напомню про то, что я обещал вам бонусы. Первое я обещал вам поделиться шаблоном. Для этого просто найдите меня на фейсбуке и напишите простой отзыв о том, как вам сегодняшний вебинар и напишите мне личное сообщение о том, что вам нужно от меня. В частности, это может быть шаблон, это может быть промокод на 7 дней использования про тарифы Pixel Tools, где вы можете протестировать все сервисы как лимитизации, так и второго сервиса по анализу рекламной компании Яндекс.Директ, так и в принципе других 50 сервисов, из которых порядка 17 бесплатных. Точно не помню, поскольку пользуюсь иметь сейчас не так часто, коль я там в данный момент не работаю. также култрекинг обещал с вами поделиться бонусами. В култаче это 40% на программное обеспечение на 1 или 3 месяца, и калибри обещал предоставить на месяц статический култрекинг бесплатный, один номер. Обо всех этих бонусах можете просить меня в личных сообщениях в фейсбуке. Я с вами с радостью поделюсь. Да, от МТТ конечно еще будет подарок. Есть ли еще вопросы? Давайте мы поможем в чем-то разобраться сложным, коль у нас осталось время, и по ходу вебинара их было мало. Да, вопросов по всей видимости уже не осталось. Давайте заканчивать с вами вебинар. Олег написал почту, на которую вы можете задать вопрос, и мне обязательно передрессуют, или вы можете мне сразу писать в социальных сетях или на почту. Я постараюсь на них ответить. Большое спасибо вам за внимание. Был рад с вами поделиться информацией. Спасибо.